Квесты, концерты, танцы под открытым небом и мастер-классы. Поздравить родную Самару пришли более 10 тысяч горожан. Пасмурная погода гостей праздника не напугала. Тучи разгоняли песнями, а согревались хорошим настроением. Набережную города на Волге разделили на тематические зоны. В каждой своя программа. И сегодня, в честь Дня города, на 4-й набережной около Ладьи, Департамент образования проводит культурно-просветительное мероприятие, посвященное традициям, обычаям, культурному наследию народа в Поволжье. У нас работает 10 площадок. Можно и попеть, и в посиделке, и посмотреть зодчество Самары. На ярмарке ремесленников и художников прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Украшения из бисера, керамика, текстильные авторские куклы в различных образах. На прилавках можно было найти все, что душе угодно. И даже попробовать смастерить что-то самостоятельно. Наша площадка этнографическая. Сегодня мы будем делать куколку-бабочку. Это, ну, самая, как бы, простенькая куколка народная. Вот. Ну, так сказать, она делалась на память, на счастье, на хорошую жизнь. Точкой притяжения для зрителей стала открытая эстрада. На сцене выступали десятки танцевальных коллективов, от народных до современных. Худеть на скорости лучше под открытым небом, решили организаторы фитнес-фестиваля. На Чкаловском спуске тренеры провели групповые занятия по зумби, йоге, пилатесу и медитации. Это мероприятие, которое объединяет в себе 12 фитнес-центров, которые организовали здесь целый набор активностей. Это и мастер-классы, и показательные выступления, и тренировочные площадки. По словам организаторов, такие праздники важны не только для взрослых, но и для подрастающего поколения. Любовь к родине начинается с любви к родному городу. Александра Гусева, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.